Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Недельная глава называется Трума. Мы говорили о храме, о ковчеге, завета, где находится скрижаль. Мы говорили о миноре, о столе предложения, о маленьком жертвеннике, о всех предметах храма. Теперь поговорим о храмовом дворе. Что у нас стоит в храмовом дворе? В храмовом дворе у нас стоит жертвенник. Большой медный жертвенник. Размер жертвенника 5 локтей на 5 локтей. Высота его 3 локтя. Грубо если посчитать, то это 2,5 на 2,5 метра, высота 1,5 метра. Небольшой такой жертвенник, казалось бы, считается большим жертвенником. Это жертвенник для того, чтобы приносили на нем жертвы животных, хлебное приношение, вино, масло. Ну и есть праздник Суккот, когда возревается даже вода на жертвеннике. Кроме жертвенника, во дворе между самим храмом и жертвенником стоит умывальник. Медный умывальник на медном основании, он очень важен. Подойти к храму или к жертвеннику без того, чтобы обмыть руки и ноги, коины не могли. Это очень опасно для их жизни. Левиты и коины, которые служили в храме и все это выполняли, перед тем, как зайти в храм, обязаны были омываться. Жертвенник медный, он внутри полый, пустой, в нем ничего нет внутри. Это же был переносной жертвенник. Когда его переносили с одного места на другое, в него засыпали землю или песок, там что там было, и так он становился уже таким мощным более. Есть мнение, что делали на каждой стоянке основание из камней, высокое, как стационаром жертвенники в храме, и был пологий склон, такой пандус, по которому заходили и выходили коины, левиты. А если нет, вот как написанная высота, три локтя, вот такой его ставили на землю, и так и служили, так и приносили жертву. Там есть, на жертвеннике есть кольца, в которые составляются шесты для переноски жертвенника, шесты тоже деревянные, обитые медью, как и сам жертвенник деревянный, обитый медью. И есть там решетка, медная сетка, которая находится в середине жертвенника. Как это все работает, мы особо не знаем, есть разные мнения комментаторов, есть меньше было, вот как есть один огонь был, есть такое мнение, что это было, четыре огня. В общем, брали с одного, брали уголь, горящий, переносили в другое место, но об этом сейчас мы не будем много говорить. Что дальше? Дальше у нас есть забор. Тора пишет, что ширина двора 50 локтей, то есть около 25 метров, а длина двора 100 локтей, около 50 метров. с одной стороны у нас есть столбы, 20 столбов с одной стороны, 20 столбов с другой стороны, и с задней западной стороны двора 10 столбов, и с передней стороны при входе тоже 10 столбов. Эти столбы идут высотой в 5 локтей, не 10 локтей, как в самом храме стоит, 10 локтей высота шатра откровения, храма. А здесь 5, получается здесь высота забора 2,5 метра, грубо если посчитать. Значит, это деревянные, получается, балки такие, и они обвиты серебряными нитями, и на них крючки, тоже крючки обвиты серебряными нитями, так они крепятся к балке. И можете себе представить, идет такая балка, как катушка нитка, намотана на нее, получается серебряная нить, как она переливается на солнце, и всходят эти балки в основание из меди. Можете себе представить, полированная медь красная, это серебро вставляется, это все блестит, а покрышки столбов идут из серебряной, листовой металл, серебро. То есть, это все трудно себе представить, как это красиво, как это все смотрится. И сам забор сделан из белой нити, из ляной нити. Ну, впечатление, что это полотно. Наши мудрецы говорят, это была сетка. То есть, было все это в виде сетки. И эта сетка красиво видно одевалась там. В общем, блеск такой идет и от столбов, и от подножия, и от покрышек, и от этой сетки. В общем, это, конечно, что-то было невероятное, этот храм. А впереди при входе идет занавес. Значит, называется тоже полох при входе во двор. Есть полох при входе в шатер, и там изображение сделанное в виде вышивки по ткани. А здесь при входе во двор тоже в виде вышивки по ткани. То есть, не сотканы, как в завесе деляющие святилищи на потолке храма. Там кругу были вытканы. А здесь именно рисунки были вышиты. То есть, такая работа тоже красивая, но это менее сложная работа по сравнению с тем, что выткать. Получается, размер этого входа был такой. Получается, 10 столбов, которые были по всей длине входа. Получается, три столба с правой стороны, три столба с левой стороны, а посредине на четырех столбах висел этот занавес. То есть, на равные части разделить, тогда получается два с половиной метра между двумя столбами. То есть, семь с половиной метров с одной стороны, с другой стороны, это был забор, а получается, остальные 10 метров получается у нас полох при входе во двор. То есть, большой вход такой, достаточно. То есть, 10 метров это нормальное расстояние, чтобы люди входили-выходили. То есть, все это продумано, чтобы всем было все хорошо. Что еще? Написано, что крепятся вот эти все столбы еще веревками и колями. Все эти коля идут из меди. Да и сам шатер, который стоит, тоже натягивали и привязывали веревками эти покрывала к медным колям. Вот так вот. Маше не знал, когда был общий подсчет серебра, потраченного на шатер. Он не мог найти же серебро. Он говорит, немножко серебра не хватает. Куда его употребили, не мог понять. Было четкое количество у стоки каров серебра. Все, понаходил, какое-то маленькое количество не может найти. И начали уже говорить, что у Маше стала шея толще. Это Танна Эверам, это его четвероюродные братья, которые вечно недовольны были. Которые потом присоединятся к восстанию, карахают, и погибнут. Так ему раздался небесный голос и сказал, что ты же потратил на вот этот забор, на эти нитки. И там Маше успокоился. Он понял, что мог он не учесть. Просто забынуть о них. И тогда все стало на свои места. Вот так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок дудан за поднятие души Павел Бен Ефим, Берт Абад Эксерель, Самуил Бен Герш, памяти Ури Бен Харитон, Мендер Бен Мендер, Яков Бен Нахум, Владимир Бен Григорий, за здоровье Светлана Абад Клара, Шмон Бенесак, Иосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берт, Евгений Бен Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Мак Бен Нина, Ира Бат Вера, Леон Дер Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Сара, Ида Бен Хая Алива, Фим Бен Соня, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Гаря Бат Вадим, Маслов Бараса Сгула, Ирина Бат Ури, Арон Ария Бен Нури, Загороший Дух, Арон Ария Бен Двойра, Низ Бен Нахума, Гаря Бат Сара, Хана Бат Абрагам, Рафаэль Ария Лей Бен Лариса, Бараса Брюд Лаир Бен Рая, Мойша Бен Маня, Марина Бат Рая, Анна Бат Александра, Аванам Мазал То, Что Мы Это Время Не Грешили, Читали Тору, Всем Желаю Крепчайшего Здоровья, И До Следующих Встреч, Надеюсь, Она Состоится Завтра В 10.40, И Пусть Скоро Закончит Эта Страшная Война. Шалом! Субтитры создавал DimaTorzok